Ну, прекрасно, друзья, как раз таки. Смотрю я у себя там, после своих выступлений, комменты. И вот вижу интересную закономерность. Вот иногда человек, когда пост какой-то пишет в интернете, вот он написал фразу, а ему кто-то отвечает, тоже пишет своё. И я чувствую, чувствую и вижу, что они друг друга не понимают и говорят о разных вещах совершенно. Это очень интересно, потому что ни одна строчка, которую ты напишешь, которая тебе понятна, потому что ты в неё погружён, и тебе всё понятно. А другому человеку, у него же голова-то другая, он в это время по-другому воспринимает вещи. Он эту строчку читает, и ему непонятно. И возникает очень интересное событие. И поэтому я в своё время написал, что самое главное, что люди, когда разговаривают друг с другом, на самом деле они говорят сами с собой. Сами с собой. Потому что им кажется, что собеседник, он всё понимает, всё знает, весь опыт, который у тебя есть, у него тоже такой же опыт. Ты думаешь, что он как ты, а он же не ты, и ты ошибаешься. Да, мы на самом деле, каждый говорит сам с собой. И поэтому, когда мы строчки какие-то пишем, там, рассказ пишем или ещё что-то, пока посты свои ставим в интернете, надо вот написал себе в черновичке какую-то строчку, а на следующий день в другом состоянии. Прочитал её, и видишь, что там что-то не хватает, чтобы она была бы понятнее. Тебе в тот момент всё хватало, ты там был в этой строчке, ты там жил. А отошёл, как художник от холста, посмотрел, который видит потом картину в целом, да, вышел из этой детали, из этого транса, и увидел всё целиком, и добавил, откорректировал. Вот же оно в чём дело. Самое главное – это взаимопонимание. А ещё главнее, я считаю, понимание самого себя. Некоторые там пишут, что, ну как это трудно себя понимать? Это же очень легко, я знаю, чего я хочу. А вот давай посмотрим. Вот я приглашаю человека, встань, пожалуйста. Стой, делай повторяемые цикличные движения. Просто делай повторяемые цикличные движения. И думай, о чём хочешь думать. О чём в голове есть, переживания твои какие есть, ну и переживай. Переживай, но на фоне этого повторяемого движения. И он переживает, о своём думает, но делает это цикличное движение. И потом в какой-то момент он говорит, что-то стало всё пофигу. Да? А теперь чего ты хочешь? Ты говорил мне, что ты знаешь, чего ты хочешь. А он так задумывается и говорит, да, наверное, я всё-таки чего-то другого хочу. То есть, что у него произошло? Повторяемое цикличное движение постепенно снижает напряжение. И он выходит на самого себя. То есть, по существу он приходит к себе. Ну, это как в музыке. Вот музыку заслушаешься на концерте, забылся, погрузился в свои мысли. И в конечном счёте, начинаешь понимать, чего ты хочешь, как этого достичь и так далее. Так вот, эти повторяемые цикличные движения. Будь то ходишь туда-сюда по комнате. Будь то сидишь, ногой качаешь, когда нервничаешь. Почему ногой качаешь? Потому что, когда нервное напряжение высокое, а ты же о чём-то думаешь, ты хочешь найти решение. И в этот самый момент инстинктивно ты себе помогаешь. Ты покачиваешься. То есть, ты входишь в какой-то ритм автоматизма. И тогда напряжение снижается. А если ты будешь это делать дольше, то оно снижается ещё больше, больше. А если ты ещё дольше будешь делать, ты пройдёшь в нулевое состояние. Ну, когда тебе всё пофигу, да, это в этот момент. И на самом деле общаешься с вечностью. Там нет страхов, комплексов, стереотипов. Там вообще ничего нету. Там такое ощущение бездумия. Такое бывает, когда ты глубоко задумался о чём-то. Задумался. Так вот, дело в том, что когда ты решаешь какую-то проблему, ты повторяешь какие-то движения, то ли голову чешешь, то ли ручку крутишь, то ли пальцами стучишь. И по существу помогаешь себе снять лишнее напряжение, выйти из зависания каких-то моментов, выйти к самому себе, выйти на себя. И дальше ты продолжаешь писать, допустим, рассказ. Писать рассказ, если ты пишешь рассказ. Уже на каком-то автомате, когда мысли текут уже в этом направлении, без всякого конфликта с самим собой, без всякой борьбы с самим собой, ты уже вышел на простор творчества в заданном себе изначальном направлении. Но то же самое бывает, когда бегун бежит, силы у него на исходе, а ему надо добежать. У него есть цель. Обязательно добежать. Обязательно добежать. И вот он из последних сил. Задыхаясь, сердце стучит, дыхание там, голова так. Он все силы собирает. И здесь получается момент перехода в другое состояние. Вот этот переход в другое состояние, переход такой, триггерный или квантовый переход там. А это же цикличное движение. А он же думал о чем-то, добежать. То есть у него есть задача, когда стичь цели. Как когда ты пишешь что-то. Там написать, ты думаешь, как написать, или как решить какой-то вопрос, когда ходишь сюда, сюда, по комнате. То есть как добежать, да? И вот ты бежишь, бежишь, из последних сил, когда ты на пределе нервно-психического напряжения собрался со всеми силами, у тебя происходит вот этот переход. Внутри. Раз. И ты бежишь уже. О-о-о-о. Так легко. Как будто гора с плеч. По заданному маршруту этой темы. И точно так же, когда пишешь. И точно так же, когда рисуешь. Да. Ты же совершаешь цикличные движения. Вот я вот сейчас дирижирую, я делаю повторяемые движения. Повторяемые движения снимают напряжение. Когда ты ходишь туда-сюда, по комнате. Ты снимаешь напряжение. Нервное напряжение. И выходишь на состояние. На состояние. Когда то, над чем ты занимался, во что ты сильно сосредоточился, погрузился, перешел там этот барвер, как во время бега. И пошло легко, автоматически решение твоего вопроса. Включились ресурсы. И ты пишешь уже свободно, как там выбежал. И уже бежишь, как второе дыхание. Уже свободно бежишь. Поэтому, если у тебя есть какой-то вопрос, над которым ты думаешь, как решить этот вопрос, и переживаешь о чем-то, когда ты делаешь цикличные движения, допустим, просто ты взял, делаешь это в уме, например, чтобы легко войти в этот транс, когда заснуть ты хочешь и не можешь, раньше предлагали, что? Просто думай там, пять баранов, шесть баранов, пять баранов, шесть баранов, пять баранов, шесть баранов, пять баранов, шесть баранов, пять баранов. И ты раз и засыпаешь. Переходишь в сон. Так вот здесь тоже. Я вот сижу вот так вот, покачиваюсь. Если я прислушаюсь себе в этот ритм покачивания и начну входить в этот ритм, ощущая, как я покачиваюсь и войду в ритм, как в бег, и войду в ритм, когда я вошел в ритм, постепенно моя голова освобождается от напряжения, и я вхожу в какое-то состояние. А если я делаю какую-то молитву, допустим, ты делаешь молитву, это тоже повторяемая мантра или молитва. Повторение снимает напряжение. Поэтому моя форма, во главных, повторяемое действие снимает напряжение, и ты можешь это действие выполнять, когда переживаешь. И тогда получается то, что маленький ребенок, например, плачет, нервничает, а мама его покачивает. Покачивает, покачивает, и он успокаивается, если она найдет ритм, как его качать в соответствии с его текущим напряжением. И поэтому, чтобы не думать, как качаться или как ходить, чтобы решить свою проблему, ты просто переживаешь, ищешь решение, как это решить, а сам туда-сюда ходишь. Да. Или просто делаешь алтай-балтай, наше упражнение, разгрузка. Да. Ты по-разному, по-разному. А другой на барабане, когда играет, вот эти повторяемые цикличные движения, вне полная определенность против этой неопределенности, противопоставляется в нашем мозге определенность неизвестности, да, снимается напряжение, и ты выходишь на состояние Творца в себе, потому что в тебе генетика всех предшествующих поколений выработана эволюцией, а эволюция развивалась в направлении развития у тебя, не только инстинкта самосохранения для напряжения, а еще и для созидания, потому что если ты не будешь созидать, если ты не будешь заниматься творчеством, созданием нового, то люди могут вымереть, как вымерли мамонты, потому что это есть как раз-таки высшая форма адаптации к изменяющимся условиям, это способность создавать новое. А это поэтому я сейчас вам рассказал, как повторяемые движения связаны с областью, помогают творчеству. Но если вам не хочется ходить туда-сюда по комнате, то этот другой момент, когда вы сидите и пишете или рисуете, и там думаете, и там думаете, там тоже это так происходит, только на уровне других частот. Повторяемые мысли, которые вас посещают, когда вы думаете за повторянием мысли, повторянием мысли, они снимают напряжение, они снимают напряжение, и поэтому вы, в конце концов, как во время Пега, преодолеваете какой-то барьер и выходите, когда уже на автомате. Ваши внутренние ресурсы, ваша генетика, ваш талант, способности помогают вам в вашем любимом деле. Да, и когда вы занимаетесь любимым делом, вам легче сосредоточиться, потому что вам ничего не мешает. Это в вас заложено по вашей генетике. А когда вы занимаетесь нелюбимым делом, это вас напрягает, потому что там нет вот этого поддерживающего вас природного таланта. Но когда вы научаетесь с помощью метода ключ напрягаться, расслабляться, выходить на состояние пофигизма, то есть этого состояния нуля, когда голова как пустая, когда вы несколько раз делаете эти всякие упражнения, ваша голова тренируется, голова, то и мозг вырабатывает определенные навыки, способности, чтобы потом в любой ситуации, хоть на улице, хоть в самолете, хоть под водой, если вы водолаз, когда вам нужно, вам достаточно подумать. И волевое переключение с текущего состояния на желаемое состояние происходит быстрее через этот ноль, автоматически. Автоматически. То есть упражнение по саморегуляции, по методу ключ, развивает у вас способность легче переключаться из одного состояния в другое и лучше решать любые задачи, которые перед вами стоят и которые вызывают у вас напряжение.